Секретное оружие и тайная сила нефтехимика. Артемий Добрынин, настоятель храма Рождества Христова, вот уже двое суток купается в лучах славы. Известным практически на всю Россию его сделал обыкновенный скриншот. Он был сделан во время матча нефтехимик-локомотив. На фото Артемий Добрынин вместе с семьей сидит на трибуне и видно, что очень переживает за нашу команду. У вас в этот момент как раз были очень интересные руки сложены, да, и многие, наверное, наверняка подумали, да, что вы в этот момент молились. Действительно ли, может быть, что-то там про себя говорили как-то? Не, ну, когда, ну, сочинник всегда как бы молится, да, мы всегда там против Бога помощи, там, если я пришел на хоккей, болею, переживаю за свою команду, ну, конечно же, я возношу молитвы, там, ну, не сказать, что прям молюсь, там, ну, хочется, чтобы Господь победу в этом, в этом, там, в этой игре дал нам, конечно же. Тот матч против локомотива для нашей команды складывался очень тяжело и наверняка на трибуне тихонько молился не только Артемий Добрынин. Нижнекамцы в итоге одержали победу с редким для хоккея счетом 1-0. Единственную шайбу забросил воспитанник нижнекамского хоккея Никита Хоружев. После этой победы нефтехимик вышел на первое место в Восточной конференции. Сразу после матча Артемию Добрынину начали приходить фото от друзей. Скриншот завирусился на просторах интернета. Шутки, поздравления, кое-кто даже попросил его приехать в северную столицу. В Петербург приглашали некоторые люди, которые переживают за СКА. Но так, конечно, разные были веселые комментарии. Кто-то с козыря зашел. На самом деле, я думал, какие-то будут и негативные комментарии. Издевки, да? Да. А нет. В Петербург помочь СКА? Ну, там решить некоторые проблемы, скажем, на тренингском мостике. Ну, это такая была шутка. В общем, мы от Питера далеко, так что я сказал нет. Вообще, священника можно встретить на трибунах довольно часто. Посещает он и футбольные матчи. А вообще, он бывший профессиональный баскетболист. Выступал за команду «Автодор» и вызывался в юношескую сборную России. Но пути Господни неисповедимы. Уже несколько лет он служит в церкви. При этом спорт в его жизни продолжает занимать важное место. Александр Халин, Новости НТР.